Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте поговорим о очень простой и очень непростой вещи, которая упоминается в нашей недельной главе. Ее все знают, что Мезуза на дверях еврейских домов, частных и общественных сегментов, где-то вот так сбоку висит Мезуза. Я вообще знаю историю такую, связанную с Мезузом. Одни говорили школы, что надо ее повесить вот таким образом, одни вот таким образом. И вот чтобы все были учтены, ее теперь под углом немножко ставят. Она как бы подразумевает мир. Итак, напиши на верных косяках дома твоего, сказано в нашей главе. Мезузы, они как стражи сказали. Мы, если что-то происходит, проверь Мезузу сразу. Если в доме, не дай бог, какая-то проблема, проверь Мезузу. Если у мужчины еще тфелин, ну вообще в доме всегда Мезуза. Мы когда входим, заходим, человек прикладывает руку. Написано, о чем ты думаешь, спрашивают мудрецы, когда ты проходишь. Там же священный текст. Если просто мимо, то она не играет своей роли. Ты должен каждый раз, видев эту Мезузу, сказанную в нашей кабале, что для того, чтобы она имела охранную функцию, надо представлять себе, что это такое. Один, кстати, из ответов, почему она Мезуза является тем, чем является, это потому, что она представитель вечности. Она свидетель мировой истории Мезуза. Подумайте, Мезуза, закрепленная на пороге старой какой-то синагоги. Что она видела? Сотни лет. Она видела младенцев, которых несут для бритмилы, потом ее на обрезание волосом, потом на свадьбу, потом видят, как обмывают и вынесут на кладбище. Мезуза видела все. Поколения проходят, уходят, империи приходят, уходят, тысячелетние всякие вонючие рейхи и так далее. Их уже нету никого. А Мезуза, она как стояла, так и стоит. Медраж говорит, что однажды правитель Персии был такой, Артабан. Он дружил с раби Ягудой Ганаси. Он отправил очень дорогой, красивый камень в подарок. В ответ Иуда послал Артабану Мезузу. И повелитель был страной удивлен. Он написал, я тебе послал такую дорогую вещь, а ты мне кусочек пергамента. А раби Ягуда написал ему, что Артабан, ты мне прислал очень дорогую вещь, теперь я должен ее охранять. Мой же подарок, кусок пергамента, он сам будет охранять тебя вместе с богатством. И спустя некоторое время написано в наших книгах, единственная дочь Артабана заболела, а врачи не могли ее вылечить. Тогда правитель Персии приказал прикрепить Мезузу на дверях комнаты, и свершилось чудо девушковой здоровой. Эта история немножко удивление вызывает, потому что Артабан это не еврейский царь. Почему же Ягуда стал еще вообще возможным и нужным послать ему Мезузу в качестве подарка, человеку, который не имеет отношения к соблюдению такой заповеди. И в общем мог не понимать ее достоинства. И более того, Мезуза даже помогла ему в извлечении дочери. И вот этот подобный вопрос, он в Галахе тут разбирается. Мишна, это серьезный вопрос. Это Мишна, трактат Кейлим. Это предметы, которые имеют скрытое вместилище, полуемкость для чего-то. И указывает, что они эти предметы восприимчивают в нечистоте, так как могут использоваться для обмана. Так вот, среди них Мишна вдруг называет палку, имеющую вместилище для Мезузы. И автор, который там комментирует, он поясняет, что во времена Мишны были люди, которые шли в дороги, и вставляли Мезузу. Но как же так? Ведь написано, Мезуза на дверях домов написано. Вот теперь все соедините вместе. В нашей недельной главе говорится о заповеди Мезузы, в отрывке, который начинается словами «И будет», если вы будете внимать, заповедям, и продолжается, какими словами носить на дверях дома, косяках дома, и чтобы вмножились ваши дни и дни ваших странов на земле. Итак, таким образом, выясняется для нас, если мы пойдем в глубину, потому что это вопрос сложный, что вот это вот в Мезузе есть уникальное свойство. Она защищает и охраняет дом и его обитателей. Охрана – это главное занятие Мезузы. И она для этого предназначена. Для этого ее устанавливают из ней, и она охраняет дом. На ней буквы Жинда, и Тют, составляющие сильное имя Всевогущего. И Мезуза заключена... Ее работа в мире – это охрана, защита, которую она представляет. И она обеспечивает ее самим фактом своего существования, если она написана правильно, по закону. Поэтому кошерная Мезуза, говорят мудрецы, распространяется свое воздействие на все окружение, хоть еврейское, хоть нееврейское. И даже она может защищать тех, кто находился в дороге, поэтому ее вкладывали в палочку и носили люди с собой. И вот осознавая вот значимость этой чудодейственнейшей силы, каждый человек должен понимать, что надо стараться сделать все, чтобы в доме у него была кошерная Мезуза, в глаз на галахе. Тут надо не экономить. Человек выбирает машину, берет такую. Ты Мезуза, есть Мезузы вообще, которые ставят люди напечатанные как фотографии. Это мало того, что ничего, это минус. Поэтому человек, который не хочет потратить на лечение, на всякие неприятности, пойди, купи хорошую, кошерную Мезузу и поставь ее так, как положено. Написано, все меняется, нет ничего вечного. Единственное, что всегда было, есть и будет, это Всевышний, Тора, и Мезуза это может подтвердить. Браковая слуха.